Здравствуйте дорогие зрители! Вы на канале Этот Прекрасный Мир. Сегодня поговорим о пасынках. Куда же все-таки их девать? Нужно ли их компостировать или просто выбросить за территорию участка? Каждый дачник знает, что высокие томаты необходимо пасынковать. Очень жалко выбрасывать такую хорошую зеленую массу. Куда же все-таки мы ее денем? Если на пасынках и на листьях томатов, которые вы удалили, нет признаков болезни, то это можно легко закомпостировать и сделать компостом. А можно сделать удобрение жидкое. Настой пасынков и листьев томатов это очень хорошее средство для борьбы от тлей. Тлей видов есть очень много, но та тля, которая содержится на смородине, капусте, моркови, яблонях, сливах, грушах, это совершенно другая тля. Эта тля боится солонина. Это вещество, которое содержится в листьях томатов. Это будет отличным удобрением для этих культур. И сейчас мы будем готовить настой из пасынков. Берем небольшую кучку пасынков, примерно вот так складываем в ведро и заливаем кипятком. Из расчета небольшой пучок пасынков на 5 литров воды горячей кипятка. Мы заливаем полностью эти пасынки и оставляем на сутки. Настой пасынков через сутки у нас настоялся. Он имеет темно-зеленый цвет. Этот настой мы сливаем в другое ведро, разводим с 30 граммами или миллилитрами хозяйственного мыла. Все тщательно перемешиваем и опрыскиваем наши растения. Кому нет времени возиться с завариванием этих пасынков, можно просто разложить сорванные листья томата и пасынки под кустами смородины, между рядами капусты, между рядами свеклы, моркови, лука. Это будет отпугивать всех насекомых, которые любят полакомиться ботвой этих растений. Также вы можете срезанные пасынки и листья небольшими пучками развешивать между ветками яблонь, груш и слив, сладких фруктов. Запах томатов будет отпугивать ос любителей полакомиться сладкими фруктами. И дней на 5-7 это отпугнет ос, а также тлю и муравьев, которые любят селиться на этих растениях. Я запариваю срезанные листья томата кипятком и опрыскиваю растения. Но когда нет времени, я пасынки и листья просто раскладываю между рядами капусты и под кустами смородины. И также я это делаю осенью, когда все томаты собраны, теплица убрана и просто гора ботвы остается помидорной. Я ее не сжигаю, как многие делают. Я ее мелко рублю топором и тоже раскладываю под кустами смородины. Смородина у меня без ли. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на мой канал. Хороших урожаев вам. Счастья, здоровья и любви. До свидания.